Перед началом отчетно-выборной конференции состоялось открытие ежегодной специализированной выставки «Бизнес для бизнеса. Возможности и перспективы». В этот раз участниками выставки стали более 20 динамично развивающихся предприятий и организаций района. В их числе Дмитровский завод МЖБК, агроферма «Дубноплюс», зооферма «Шихова», Дмитровский мебельный комбинат, совместное предприятие «Пик Продакша». Открывший выставку глава района Валерий Гаврилов поблагодарил участников за работу в условиях кризиса, а президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Валерий Логачев вспомнил события 20-летней давности, когда в палате была открыта первая выставка. Валерий Гаврилов внимательно осматривал каждый стенд участника выставки. Все желающие смогут ознакомиться с деятельностью предприятий до 31 мая. Затем состоялось открытие отчетно-выборной конференции малого бизнеса. Заместитель главы района Елена Трошенкова рассказала о поддержке предпринимательства. По ее словам, Дмитровский район в этом отношении находится в зеленой зоне, то есть поддержка осуществляется в полном объеме. В 2016 году зарегистрировано 5,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Отмечен рост числа ИП в 6% по сравнению с прошлым годом. В 2,5 раза выросли инвестиции в малый бизнес до 9 млрд. рублей. В ближайшие годы предпринимателям придется жить по-новому. Например, с 2018 года все городские рынки на территории Подмосковья должны работать в капитальных строениях. Часть услуг для малого бизнеса будет предоставлять многофункциональный центр. Директор школы бизнеса при торгово-промышленной палате Данила Печкуров сообщил о программах поддержки малого бизнеса. В Московской области зарегистрировано 290 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций. За последние годы сумма поддержки малого бизнеса составила около 1 млрд. рублей. В этом году, по словам Печкурова, в связи с небольшим количеством заявок не будет субсидий по инвестиционным кредитам. Сама поддержка из областного бюджета снизилась до 600 млн. рублей. Дмитровский район получит из этой суммы 47 млн. рублей. Эти деньги будут распределены в виде субсидий между предпринимателями, вовремя подавшим заявки. Субсидии будут выдаваться при покупке оборудования в лизинг для социально значимых видов деятельности, промысел, ремесел, а также при подключении к газовым магистралям и электросетям. В Московской области создается сеть каворкинг-центров, открытых офисов для незанятого населения. Для предпринимателей работает фонд развития микрофинансирования, который предоставляет кредиты до 3 млн. рублей сроком до 3 лет под 8-13% годовых. С этого года планирует начать работу фонд поддержки внешнеэкономической деятельности, который поможет бизнесу выйти на внешние рынки. О проблемах и задачах малого бизнеса рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дмитровском районе Александр Терентьев. По его мнению, сегодня снижение оборота в малом бизнесе связано с резким падением покупательской способности населения, повышением катастрофной стоимости земли и имущества, отсутствием квалифицированных кадров. В общественную приемную уполномоченного чаще стали обращаться предприниматели, которые размещают наружную рекламу. Делать это стало труднее. Александр Терентьев поддержал главу Дмитровского района Валерий Гаврилов. Он считает, что областное правительство, забрав часть полномочий, создало некоторые трудности для малого бизнеса на местах. В частности, заставило демонтировать наружную рекламу. О проблемах в малом бизнесе рассказали предприниматели Виктор Михайлов и Алексей Харитонов. Они предложили избрать в Комитет по защите малого бизнеса активных бизнесменов и попросили помощи в размещении наружной рекламы. В целом предприниматели дали оценку удовлетворительно о работе малого бизнеса Дмитровского района.